МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да. Мало работы в театре? Конечно, мало. Всегда работы мало. Если рассказать вкратце, как эта история возникла, наверное, многие уже слышали про проект «Большая сцена», который проходил сначала в мускомедии, потом у нас в молодежном театре. И оттуда вышли несколько человек, 10, если быть точнее, которые захотели дальше продолжать работать. Ну, «Большая сцена» — это такой разовый проект. То есть выпустили и все. Им хотелось большой работы полноценной, мы очень сдружились, мы прям коллективом хорошим стали, творческим. И интересно было дальше продолжить. И ты их объединил в такую, получается, группу? С сентября месяца я выбирал, три месяца искал материал, перечитал груду материала какого-то. Про революцию хотелось, именно каких-то историй таких. И вот наткнулись на такой универсальный материал, который и лег к нам. Сделали инсценировку практически до Нового года, какие-то изменения вводили конкретные такие хорошие. Вот. И работа очень экспериментальная получилась. Что, как это зрительный зал будет воспринимать, я даже не представляю, честно говоря. А в плане чего эксперимент? Текста, костюмов чего или как это воспринимать? Подачи материала, что ли. Потому что я отказался от всех. У каждого творческого человека есть какие-то театральные, какие-то видения, принципы и так далее, и так далее. Или я от всего отказался. Ну, это же круто, когда от чего-то отказываешься. Да, это необычно. Интересно, конечно, что будет. И пошел в какой-то абсолютно не... По интуиции, честно, если говорить. Есть какие-то законы, режиссуры, актерского мастерства. Я практически от всего отказался. И такая, какая-то своего рода анархия получилась из этого. Как сами артисты, получается, приняли это все? Дико довольны. Название, собственно, «Крепостной театр», как образовалось. Действительно, а почему «Крепостной»? Потому что первая такая мысль как-то связана, наверное, это вот что-то с прошлыми веками. Ну, изначально, как это название возникло? Мы на Новый год, после Нового года, поехали на дачу. И репетировали на даче усердно. На природе, чтобы все как надо. С горки покатались. Ну, как-то все хорошо. И сидим, нужно название придумать театру. Спектакль уже готов, нужно как-то называться. И мы думали-думали. Думали «Народный театр». Ну, как-то мелко, что ли. И вдруг у кого-то, я даже не знаю у кого, возникло название «Крепостной театр». Мы начали смотреть, мониторить, что это, как особенности «Крепостного театра». Ну, как бы название сразу возникает, что крепостные какие-то безвольные люди под дудку боярина пляшут и так далее. Мы почитали, на самом деле нет. Истоки-то совершенно другие. Там в одном из направлений «Крепостного театра» играли как раз дворяне и их дети. То есть, как бы это не привязано. И потом развивалось дальше, там разные витки были направления, то, что и крепостные играли и так далее, и так далее. Но все участники нашего «Крепостного театра» далеко не крепостные люди. А кто они? Предприниматели, бизнесмены, художники, педагоги. То есть люди абсолютно разных профессий, как в принципе для любительского театра их свойственно. Слушай, а вот если обратиться к материалу, который вы выбрали, «Аверченко», насколько я помню, любительские театры частенько берут его произведения. Почему? У него какой-то такой текст попроще, доступнее для актеров-любителей? Или как? Как это объяснить с точки зрения режиссуры и вообще театра? В моем случае это абсолютная случайность. Потому что я искал материал от Булгакова, Белой Гвардии, начиная до... То есть даже такой могло быть? Даже Булгакова-то мог поставить? Ну, я почитал, подумал, подумал. Там были доли размышлений, естественно. Естественно, материал такой для непрофессиональных артистов. Это очень неподъемная вещь. И в этом случае как раз «Аверченко» беспроигрышный вариант, наверное. Не знаю, может быть. Очень крайне сложный, на самом деле, материал. Но там есть вот эта доля юмора и сатиры по поводу... Вообще Аверченко, я начал перечитывать его, перечитывал его историю. И там дикая ситуация по поводу вот этих рассказов. Зборник рассказов, как он пишет. Там он был изначально за советскую власть. Он был за Ленина и так далее, и так далее. Все эти, не будем углубляться. И когда прошло там два года... Сейчас грубо говорю совсем. Но разочарование его и депрессия, в которую он погрузился после этого, после осознания того, как общество поменялось, как страна поменялась, что они потеряли и что они получили. И на фоне вот этой депрессии он написал вот это произведение, которое абсолютно не соответствует его произведениям до этого. Которые были до этого. Что касается каких-то твоих фишек работы вот с такими актерами, рассказывай. Для тебя же это ведь не первый опыт, у тебя до этого была студия. Не помню, что вы ставили, напомни мне. Да, я уже много чего ставил. Вот действительно, Саша в этом плане очень опытный человек. Я ставил... Сейчас я перечислю. Не перечислю. Ставил Тома Сойера. Детскую, ну мы так и взрослых сделали в Вербате. Ставили... Чума во время... Серьезно, что? Любовь во время чумы. Потом ставил... Ну опять же, это все на большой сцене. Это Шукшин, это Островский, это Алексей Толстой. Ну вот. Ну то есть вот скажи мне, вот на твой опыт, если смотреть, как ты раскрываешь таланты этих людей, которые действительно никак до этого не были связаны с театром, могли только посещать спектакли, следить за творчеством актеров в интернете, грубо говоря, а сейчас они сами на сцене. Как это получается? Мне крайне понравилось работать с любителями, потому что нету, опять же, повторюсь, отличается, чем эта работа, нет никаких принципов, никаких устоев и видений искусства. А есть интуитивное ощущение, как нужно. И эта интуиция, она никогда не подводит человека. И человек, он сам по себе очень объемной душой. Очень, какой фраза хорошая. Потому что он многогранен сам по себе человек. А любая сфера деятельности, она сужает какие-то вещи. И ты сложно смотреть широко. И в этом работа очень интересная с любителями. Нет определенного вектора, как надо, и руки, пожалуйста, распущены. Слушай, ну а бывает такое, что человек не может раскрыться, он стесняется, боится чего-то, тут есть какие-то рамки, да, и невозможно раскрыть. Либо всегда есть какой-то ключик к тому, чтобы раскрыть талант. Ключик всегда есть. Абсолютно всегда. Сложности были крайние. Вот у нас, например, художник Данил, он заикается. Раньше заикался вообще дико. Но в какой-то момент мы нашли какой-то такой ключик, почему он заикается. Мы нашли какой-то, причем такое, образное видение придумали этого. Стена, и через стену это нужно перепрыгнуть. Ну сейчас я очень просто говорю. Там процесс все равно. То есть, грубо говоря, ты даже как психолог выступаешь в каких-то таких вариантах, действительно. Тоже другие варианты есть. Есть вот одна из актрис. Она давно отошла от творчества. Ну не совсем отошла от бардовской песни, там увлекалась и так далее. И занялась предпринимательством, все как бы, и в этом себя направила, в общем говоря. И когда мы начали с ней работать, она сказала мне то, что спасибо тебе, что ты вернул мне искусство. Ну так, то есть ей не хватало этого. Да, она спрятала это. И сейчас начала раскрываться. И раскрываться совершенно очень неожиданно, что ли. Стало более нежно, стало более духовно. Не духовно, не нежно. Но он насколько важен, да, в жизни каждого человека. Да, это, наверное, даже не искусство. Это больше дружба и какое-то совместное действие, не во благо, стремление к чему-то, что ли. Потому что мы, репетиция, почему, опять же, с любителями мне нравится работать. Хотя не только, ну, по крайней мере, мне так показалось. Мы обсуждаем, мы разговариваем на тему, на эту. Мы раскрываем какие-то материалы. Революция для меня далекий материал, на самом деле. Я особо-то его не изучал и не знаю. Но начали работать и поднимаются какие-то материалы. Начали читать философов. Много интересных фактов для тебя даже открылось. Да, и исторических, в том числе, каких-то, которых я не знал. Очень интересных вещей. Про Ленина, про Троцкого, про, в принципе, про идею коммунизма. Святая идея, правда. Другой вопрос, как она выжила, как она получилась, во что она переросла. Вот ради этого стоило работать. Поэтому, естественно, будут отзывы там нехорошие про спектакль. Это всегда бывает, мы это знаем. Да, это нормально. Есть черный пиар. Ну, самое. Поэтому я на это не обращаю внимания. Потому что самый главный для меня это процесс. Правда. Процесс, когда... Процесс реализации какого-то произведения, будь то, не знаю, там, дела какого-то. Это все равно процесс самое важное. Самое дорогое, что ты помнишь, это процесс. Вот. Саш, мне уже интересно. Обязательно приду к вам на спектакль. Пригласи пока наших зрителей. Когда и где можно вас увидеть? 17 января мы играем премьеру в Доме актера на Алтае. И следующий спектакль мы играем в Камерном оркестре города Барнаула с оркестром. Дом актера по адресу находится какому? Льва Толстого, 30. Отлично. Саша, спасибо огромное за интервью. Вам успехов в творчестве. Я напомню, с нами был Александр Савин, артист молодежного театра Алтая и художественный руководитель Первого крепостного театра. До встречи в эфире. Продолжение следует...